Лещина обыкновенная, орех или фундук, как вырастить орешник на даче. Мало кто выращивает на своих приусадебных и дачных участках лещину, садоводы не уверены, будет ли она плодоносить в таких условиях. При соблюдении агротехнических правил лещина обыкновенная будет ежегодно приносить богатый, вкусный, главное полезный урожай. Что такое лещина, дерево или куст, зависит от сортовой принадлежности. Краткая история рода орешника, описание и характеристики, где растет лещина. В России в дикой природе орех лещина произрастает в степных и лесных зонах на Северном Кавказе, в хвойно-широколисвенных лесах и Южной Тайге. Лещина – это представитель семейства березовых. В дикой природе культура образует собой непроходимые заросли, обусловлено это размножением корневыми отпрысками. Как выглядит лещина обыкновенная, выращивание которой не составит труда, обратите внимание. На приусадебных участках больше распространены гибриды, скрещенные с родственными видами. Многие садоводы, особенно начинающие, задаются вопросом, как выглядит лещина. Это куст или дерево, зависит от сорта, высота которого колеблется в пределах 2-5 метров. Кронис свойственна яйцевидная или шаровидная форма. Корневая система развита хорошо, она разрастается горизонтально. Листовые пластины имеют округлую форму с заостренным кончиком. Длина достигает 12 см, а ширина не более 9 см. Во время цветения на кустах формируются мужские сережки и женские цветки. Для пыли не рекомендуется недалеко друг от друга сажать не менее трех растений. Плодолещина представляет собой орех в скорлупе с зелеными предсветочниками, которые группируются по 3-5 штатов. Особенности сорта В зависимости от сортовой принадлежности крона может формироваться по типу кустарника или дерева. К сведению Средняя продолжительность жизни достигает 80-100 лет. При соблюдении правил агротехники плодоносить скульптура начинает лишь на пятый год. Период созревания и урожайность на молодых побегах цветы с почками следующего вегетационного периода начинает закладываться еще осенью. Когда цветет лещина тогда, с наступлением весны растение начинает цвести еще до появления листьев. Большое количество пыльцы манит пчел. Собирать урожай можно в конце августа, начале сентября. Обратите внимание, в среднем каждое растение приносит до 1,5 кг орехов, некоторые культурные гибриды приносят около 8 кг. Вкусовые качества орехов Приступать к сбору урожая рекомендуется сразу, как плоды начали самостоятельно опадать. После сбора орехи кладут в темное и сухое место на просушку, продолжительность которой 2-3 недели. Разложенный урожай рекомендуется ежедневно перемешивать. Вкусовые качества плодов считаются нейтральными и приятными, выраженная сладость или горчинка отсутствует, что в кулинарии считается неоспоримым достоинством. Полезные свойства Многие задаются вопросом, что это лещина. Без преувеличения можно сказать, что это кладезь полезных витаминов, минералов, макро- и микроэлементов. Полезные свойства для организма человека Улучшает состав крови, помогает при варикозе, стимулирует лактацию во время грудного вскармливания. Стимулирует рост волос и ногтей, приводит в норму давление. И это далеко не все полезные свойства, которые можно перечислить. Важно! Употребляют плоды в свежем и обжаренном виде. За сухоустойчивость и морозоустойчивость первые 3 года жизни растения наиболее уязвимы к неблагоприятным погодным условиям. В этот период важно обеспечить культуре регулярный и умеренный полив, а также обязательно укрывать на зиму. Взрослые кусты не боятся ни высоких, ни низких температур. Морозостойкость достигает минус 40 градусов. Устойчивость к заболеваниям и вредителям лещина и фундук всегда страдают от нападок тли и прочих специфических насекомых. Самый большой урон из заболеваний культуре наносит белая гниль, ржавчина и мучнистая роса. Лещина, пораженная тли использования орехов в медицине В медицине используют орехи для лечения варикоза, а также во время реабилитационного периода после операций. Обусловлено это высокой калорийностью и большим количеством клетчатки, минералов и витаминов. Достоинства и недостатки сорта Основные преимущества садовой культуры Неприхотливость в отношении соседей Хорошо произрастает в условиях полутени Нетребовательны к освещению, быстрое вегетативное размножение Отменные показатели морозоустойчивости Стабильный урожай Из недостатков садоводы отмечают долгое ожидание первого урожая при посеве семенами Минимум 5 лет, а также восприимчивость сеянцев В течение 3 лет после посадки Какие еще виды лещины бывают? На сегодняшний день насчитывается около 20 сортов орехов, которые возделываются на дачах исключительно в открытом грунте. С наиболее востребованными и популярными стоит ознакомиться более детально Лещина древовидная Латкарелус колерна Этот сорт еще часто называют медвежьим орехом В дикой природе растение произрастает на территории Северного Кавказа в горном поясе Высоту культура способна достигать 20 метров Продолжительность жизни около 200 лет Сорт не дает корневых отпрысков Плоды представляют собой орехи с невероятно твердой скорлупой Дерево плодоносит с интервалом в 2-3 года Корилус колерна Лещина разнолистная Латкарелус хитерофила Высоту куст достигает не более 4 метров На тонких ножках формируются плоды, группирующиеся по 2-3 штатов Обертка плодов имеет зеленый окрас, визуально напоминает колокольчик Корилус хитерофила Обратите внимание Уже из названия можно предположить, что на растении образуются листья разной формы и размеров Лещина маньчжурская Латкарелус манчелика Еще этот сорт лещины называют зебольдой Кустарник высоту достигает 4,5 метра Характерная особенность Необычная форма около плодников орехов Она трубчатая, сильно вытянутая, до 6 сантиметров, что несколько усложняет извлечение плодов Возделывают культуру на приусадебных участках с 1882 года Показатели морозоустойчивости до минус 45 градусов Корилус манчелика Лещина краснолисная Корилус атроперпиэ Характерная особенность сорта Листья пурпурного окраса В высоту куст достигает 3 метра Был выведен в Великобритании в далеком 1836 году Пользуется большим спросом не только благодаря полезным и вкусным плодам, но и отменным декоративным качествам Морозоустойчивость до минус 29 градусов Корилус атроперпиэ Лещина крупная Лат Корилус максима Ломбардский орех В высоту может достигать от 3 до 10 метров Плодоносит довольно крупными орехами, которые заколучены в обертку трубчатой формы зеленого или красного окраса Листовые пластины также могут иметь бордовый или темно-зеленый окрас К сведению, этот сорт известен еще со времен существования Древней Греции Корилус максима Посадка лещины Обыкновенный в саду и уход Чтобы правильно посадить орех, нужно выбрать просторный и хорошо освещенный участок Произрастает на любых видах почв, но особенно по нраву приходятся заболоченные и песочные места Наиболее благоприятное время для посадки осень, но можно сажать и весной При групповых насаждениях интервал между растениями должен быть не менее 5 метров Для обильного плодоношения на участке следует посадить не менее трех кустарников лещины Важно! При одиночной посадке плодоносить культура не будет После посадки, чтобы вырастить здоровые плодоносящие растения, его нужно регулярно и умеренно поливать, подкармливать, полоть, обрабатывать От болезней и вредителей, а также формировать крону в ходе обрезки лещины Важно не забывать рахлить почвы около ствольного круга и поливать растения, особенно с приходом жары Взрослая лещина не нуждается в особом уходе, нужно продолжать формирование и прореживание крона для обильного плодоношения и профилактики Развитие грибковых болезней Как правильно обрезать лещину важно При покупке посадочного материала важно остерегаться приобретения саженцев-сеянцев, ведь они плодоносят на несколько лет позже и размеры плодов меньше Ответить однозначно, почему не плодоносит орешник лещина, нельзя, поскольку причин тому может быть несколько Основные почему нет орехов на лещине Юный возраст растения, несоблюдение правил агротехники, поражение куста, дерева болезнями или вредителями Посадка и уход за лещиной обыкновенные не имеют специфических требований и особенностей Главное, внимательно ознакомиться с комплексом мероприятия, как ухаживать и составить график их выполнения Субтитры создавал DimaTorzok